Так, это свежий пошаговый рогалик в жанре руг-лайк с десятками крутых героев для прокачки. Ну, давайте посмотрим. Так, ежедневный здоровый ютуб. Смотрим новый рогалик, вышел сегодня-вчера. Пошаговый рогалик с разными какими-то героями, что-то типа колодостроен, вроде бы без карт, да, наверное, мы будем обилки героям качать. Или что-то типа того. Есть какая-то Twitch интеграция, но мы ее пока смотреть не будем, нам бы с игрой разобраться. Первая в мире игра, которая выставляет громкость на 20, а не на 100. Это прикольно. И как будто бы у них нету языков вообще. Жесть какая. Вот, игра называется Dimensionals. Ну, выглядит красиво, а уж как играется, посмотрим. Дедал с Ресабом, спасибо большое за 18 месяц. Выглядит красиво, а вот как играется. Хэ-зэ. Бля какая огненная, огненная, бубастая огненная элементальша. Погнали. Нет русского, а тут сейчас еще какой-нибудь сюжет. Наверное, ну и так, ну и чё, играть. Окей. Я не... Окей. Туториал, компания Experience Epic Character Driven Campaign Mode, Конкурса Ultimate, Proceed, 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 Generated, Rogue Like Adventure, Save the Multiverse. Так, ну давай. Это говорит круто было. О, нет, монстры напали на планету. Это что, Dimensional? Отойди, пацаны, справимся. Какие-то супергерои. Короче, чел, чел меняет в картишку. Ну, если это будет карточный. Димензо. Я думаю, это кот. Это какая-то акула. Ну, красивый какой-то ролик показали. Но они наверняка им и игру, типа, кроме, кроме ли, так сказать, рекламируем. Рисовочка, кстати, чем-то напоминает этот... Недавний винблоун. Пахнет Никки Водиму. Ааа, там в тегах... Один из первых тегов в стиме. Казуальная игра, рогалик. Так что я почти уверен, что нам будет очень легко. И самое сложное, что будет выгреть, сидеть, английский текст переводить. Мальчик, деда, ты че? Так, это деда, лидер дименшиналом. Уплинг затягивается, ну так, подзатянулась чуть-чуть. Дед, че? Рад тебя видеть, мобой. Мы тебя, говорит, вовремя вытащили. Я... Мне надо многое объяснить. Так как насчет маг-мама. Ома. Ома. Извините, но у нас беда. Тут спектр появились на корабле. Что они здесь делают? Спроси их. Все... все вместе, вперед. Деменция бездет никуда. Вот эти вот фиолетовые челы, это спектры. Ты теперь дименшинал, Коа. Значит, тебе надо научиться драться. Ну как я буду драться? Просто вытаскивай свои скиллы и бей ими оппонента. Все же так просто. Ну ты, конечно, тупой. Коа получает 20 крит шанса. Кросс Хейерс. Наносит двойной урон крит шанс. Хорошо, это скилл? Нет. Так, ладно. Тут есть большая кнопка справа снизу. На ней написано Fight. Наверное, ее мы и нажмем. Драгон-дропы скиллы. Ну то есть я... А, я почти правильно сделал. Это его пассивка, а скиллы под ним находятся. На врага, чтобы уменьшить их хп. Блок скилл на одного из героев поможет уменьшить урон. Каждый скилл, который ты можешь исполнить, тратить определенную ману, планирую свои ходы и трать ману умно, чтобы балансировать между уроном и выживанием. Ну, звучит легко. А сколько у меня в сумме ману? У меня две манны в ход. Хорошо. А кого мне дефать? Я не знаю, у кого будет. А, вот тут написано. Блин, они почему-то внезапно стали громкие. Вроде игра на двадцатке всего лишь. Ну что, я умею балансировать между уроном и... Злой котик. Рефрэш. Похож на рейдшоу и джинс. Да не, вроде здесь. А здесь хотя бы можно выбирать, кого бьешь. Пошаговый... Такой... Жесть сундук. Эндлеса саут. Коман, коман, коман. Ну, двадцать урона с две маны. Рефрэш. Кенби юст. Эген. Дэсэм терн. Ну, если у нас будет сто куманы. Наклад тридцать пять блока героя, у которого есть... Уже есть блок. Когда один ход. Нанеси пять урона врагу и накладывай один слаб... О, слабость имба. Пятьдесят процентов слабости. Это обилочка этой, как ее... Безмолвный. Драгон-дропы скиллы, чтобы передвигать их между персонажами в инвентаре. Если нужно немного денег, ты можешь перенес... Перетаскивать скиллы в торговца, который находится снизу-слева. Хилинг поты не только для битвы. Можешь драгон-дропыть их из сумки и хилинс. Окей. А, так у него и так этот намбинг-зап был. Зачем я второй взял? Ладно. Держи, зачем мне одинаковые скиллы? Это странно. Пробуду, наверное. Грэмс получает десять брони каждый ход. У тебя есть крит-шанс. Я дал пацану плетку. А у этого есть, получает одну бонусную ману. Выглядит как игра на мобилку для детей. Но она вышла в стиме. Однако ж. Я типа... Ребят, мы просто смотрим новиночку. Она вышла вчера. Мне дали на нее ключ. Почему бы не смотреть? Это вроде как рогалик. Графика красивая. Что, для детей что ли не нужно игры делать? Нужно. Вот, три врага теперь. Подготовиться. Что это дает? Собирая две копии одинакового скилла первого уровня, позволяет их комбинировать и повысить их ранг. Перенеси скиллы друг на друга. Скиллы могут быть улучшены, комбинируя два двухранговых в мощный третий ранг. Ага! За сто монет. Никакой анимации нормальных звуков. Ничего странного. Все деньги ушли на... Вот эту вот первую заставочку похвалил. 50 брони. Узнавай, как бьют враги. Они собираются нанести уроны и какие-то специальные эффекты. Следи за этим. Используй блок на союзниках, поможет уменьшить входящий урон. У нас 15. Ну да. Такой. Рефреш 2. А, это количество использований за один ход. Я понял. А почему здесь ты 50? Потому что их просто минусы немым урон. Ну да, теперь он бьет на 2. А еще можно его просто убить. Это выгоднее, чем просто считывать в ход. Правильно, правильно. Здесь жуткое недоверие, красивые рисовки. Будто графика по умолчанию делает игру плохой. Бывает такое. Не поспоришь. Так, а деда даже ехать не нужно. У меня кажется, еще одна мана была. Да, у меня один из трех осталось. Откуда? До этого было 2 маны. Теперь стало 3 маны. Сверху умолковых намерения. Я просто хотел анимацию посмотреть. Еще очень красиво. Здесь вот снизу сделана штука. Нужно вводить мышкой. Это будет прикольно. Спасибо за фолл. Мистери и Серж. Спасибо. Жаль, он реально не достает плетку и не бьет монстрикам. Победа. Сверчач. Редкая. Получи 3 бонусных маны в следующий ход. За 2 маны. Сверху каста, подожди, несколько ходов. Ну, что-то такое себе. 4 или 5 на лапах. Потрать все маны на С10. Таргет, где Икс равен мани. Давай в 30 счета всем героям за 3. Лучше, конечно же, бочке. Хотя у меня сейчас есть пятна. Ну, да, против каких-то я так. Жаль, нельзя кое-что нарисовать. К счастью, это были все, кто забрался на наш корабль. Какой-то сигнал СОС. Спектры никогда не были такими организованными. Отправь мне локацию этого сигнала. Привет. Гигантская говорящая крыса. Вы, пацаны... Выглядит так, как будто вам нужен новый эквип. Это, говоря, значит, всего лишь бизнес. Окей. Давай-ка посмотрю. Слишком оталкивающий дизайн. Играй на первый взгляд. Все такое яркое. Не знаю. The skill shops can be restocked to view a new selection of skills. The restock cost goes upon each creak. Ну, понятно. Можно реролить. Ну, короче, можно белки купить, я понял. Три ярости. Наноси дополнительный урон. Сколько? Три? О, ОЕшка. 15 по всем. Пассивка. Когда этот герой блокирует урон, нанеси 20 атакующему. Блин, прикольно. Вот это возьму, и вот это возьму. Вчера показали номинантов на Game Awards, и один из номинантов в Балатра. Знаю, знаю. Так, это я выбираю, с кем буду драться. Давай с тобой буду драться. Короче, мы супергерои, которые в разных галактиках сражаются. Они взрываются, и это говорит, больно. Но всем понятно, что Балатра не выиграет. Драться. Когда эксплоуд из 0, уничтожь спектра. Есть такие статус-эффекты, как рейдж, кравшины, плейзон. Ну, накладывается на всех. И бывают пассивные скиллы. Ну, ладно. Таймс и плюс 23 хит-шанс. Честно, так и не понял, откуда у меня плюс можно взялась. А, на первые два хода. То есть, а нулевой ход не считается, типа, первым ходом. Ну, урона я не взял, поэтому, видимо, придется взрываться. Даже если мы взорвемся, у нас есть защита 30 на всех союзников. А, стоп, а у меня не будет третьей манны в следующий ход. Так что придется блочиться по 20 просто. Окей, сюда. А, стоп. Нет, у меня есть манны. Я, честно, понятия не имею, откуда я манну беру. Кроме вот этой пассивки. Ну, давайте с дамажем. Давайте манны мысли на будущие ходы возьмем. Такой почти карточный рогалик. Ну, у тебя нет карты, у тебя есть обилки, которые ты набираешь и выбираешь потом, что с ними делать. Добро пожаловать к бабуле какой-то. Привет. Поушин Грэнни. Ну, она продает поушины для тех, кому нужно похилиться, очевидно. То есть, не для меня. Редкий есть. Наложи 10 карпш. Нет, спасибо. Пупи-пупи, пупи-пупи. О, боже мой. Массивный какой-то монстр к нам направляется. Видимо, это он. Наверное, нам не просто так продали банки прямо перед боссом, да? В обучении. Даже все еще обучение, скорее всего. Пупи-пу. Пупи-пупи. Пупи-пупи. это контратака на пассив очки считается тысячи то есть рисовка и музыка в стиле супергероев потому и детская ну вот для детской игры конечно совсем не добавлять озвучку персонажем было странно да то есть мне кажется для такой игрушки прям нужно было чтобы они разговаривали как-то харизматично это же супергерои 10 урона блин мне больно играть в такое я же умею играть в игры врага лике еще все подвисла русском надзор дал заявление по сталкеру ну-ка зависла я не видел зависающих игр уже 10 нет тысячу лет альта в 4 завершить задачу если меня обратно кинет в если меня кинет обратно в обучалку я не буду ее заново проходить там диалоги прокликивать долго а а у нее есть сохранение конце хода так ночью нам собирается немножко урона вписать ладно нам не страшно сумма мимо на каждых ходы растет вообще непонятно 9 манны вид старин про мы сделали и свалили с своего собственного корабля он заговорил маха 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 мы 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 что маха у конец маха 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 понимал 100 маха Ну что это?! Ротворденбасс... О нет, дедуля! супер дед очень странно что они здесь все звучали до этого него блин я реально супер детский мультик на некий воде не смотрю но такие игры тоже наверное имеет смысл обозревать не просто так в ней стоял тег казуальная вы бы дали своему ребенку поиграть такую игру про супергероев я может быть пускай учился бы играть в пошаговые рогалики карточные почти карточные я больше шпиль посадил ну суши смотря какой ребенок опять же какой-нибудь может пятилетний шестилетний четырехлетний наверное шпиль ты не посадишь играть а вот так тут внутри типа по три способности у каждого персонажа что-то менеджер скилл и ничего такого ребенка пойдет для мастера рогаликов ну да ну слушайте мне ключ дали я сделал обзорчик не ну реально может кому-то поможет выбрать игрушку почему нет давайте быстро глянем основной режим epic character driven нет character driven кампейн не интересно мне а вот процедурно генерируемый рог лайк adventure то что надо здесь смотрите сколько персонажей офигеть просто три четыре пять шесть семь восемь девять десять один с двенадцать четырнадцать пятнадцать 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 двадцать один персонаж наверное планируется да ладно сейчас их меньше четыре пять шесть семь восемь девять двенадцать я бы вот за вот эту инферну поиграл но мне нету unlock не шорка какие типа полупокемоновые какие-то челики но очевидно у меня только три базовых персонажей космик страж какой-то мы видимо много сюжета пропустили в грей не хера слот получи релик получили редкий скил апокалипсис режим ну давайте сюда нажмем проклятый релик максим равна четырем проклятый релик скилл шоп будет иметь только две опции или в конце каждого хода нанеси один урона всем героям и врагам получи плюс один хит каждый ход бесконечный шторм ну давай скилл шоп я я привычен к маленькому выбору обилок из хаидаса допустим на в английском не разобрался чтобы подучил чё откроет на раз новая это я не куплю горит 3 хилки 3 коробка дэмэч тэйкин by one point хилл таргет хера форм макс хп 20 процентов и 25 а это наносит это взрывная банка и крабики крабстеры 10 урона все романы еще мог бы просто убить вот этого и не блочится а еще можно было снова ударить потому что мне почему теперь 3 маны но наверное из вот этой штук неудивительно но первые враги действительно побеждаются без урона редкая пассивка в начале каждого хода наложи 5 счета на каждого героя как кому был нанесен урон прошлый раз метку пассив звучит отлично здесь счет это такое вот у них взрывающийся мне не урона не хватит давай вот в этого вот против этого слайми к пойдем с вами к 2 и 2 жучара 10 урона 10 число им делает 50 по всем каждый ход брони накидывает но ведь тогда это невозможно победить 25 от максимального хп не не всем кроме себя крюс вами с геншина прихватил с собой к злой критонули повезло теперь можно одному снизить урон со 2 просто заблочить если мы не ухиливаем все случаем между битвами это вдруг выхиливаем ся тогда это вообще супер кяжел будет я я все еще не понимаю почему я манна каждый ход растет уже нет никакой пассивки почему у меня уже 7 манны это странно как в хс ну да ну а странно сиди стирона стопроцентный крит шанс звула перса пассивка плюс 20 критик крит шанса своими не то чтобы сильно нужно было кого-то лучше взять да у чаров есть пассивки но я не видел там плюс ману каждый ход там есть плюс 1 манна каждый первые два хода не смотрите не не выхилились походу не выхилились так что ну а зайдем к шапке по спектр клином бонус редкий скилл или релик выбрать релик чем за бесплатно их дают что шо при фрэш 20 получи 50 после каждой битвы мультипл копия не стакают свинки зачем тогда их выдавать мультипл копия шоу шоу с фор карцин стадов 3 при том что у меня на самом деле две карты в магазине это хорошо контрит мое проклятие которое я взял на старте скилл шоу полных и в общем счета полностью нивелировать проклятие мне деньги как точно скилл hunter или шипастый блок ну-ка если зайти в магазин прямо сейчас как-то выглядит у редкая пассивка 1 крит хит нанесенный любого гео любым героем превращается в пирсинг допустим вечно отменить ну там же не на одну меньше всего 2 в этом и прикол всего 2 а та штука даст мне 4 так а чё эти релики не надо юзать ну естественно но и вспомнить о том что они у тебя в инвентаре есть непонятно смогу не смогу да не мне ну хз типа как будто бы должно когда этот наносит неблокируемый рунки ленись на то же количество ясно мог которую надо больше можно было конечно сейчас уменьшить его урон зачем 15 ну еще ровно через один ход это все можно сделать чего можно настакивать ярость супер полезная на самом деле пассивка с чем-то что его первая белка бьет дважды блин ман реально растет как хардстоу не очень странно ну короче чего-то ну нэндам добавь 5 бронели в рандомного героя сильная штука пипу 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 дайте мне босс какой ну вот этот на самом деле змей был похож на босса спектр свиши элитный файт вон дает аж 300 монет поехали колода а тут нет колода это не колода это три обилки у персонажа ты их выставляешь и ты ими играешь и все не теряет блок в конце хода ну ясно четыре хода до его атаки понял не так много выборов че делать ночью один ход еще музыка есть другая или она все на репите наверное на репите 236 урона нанеси урон равные вражескому блоку я понял короче надо было его закидывать бутылками прикол минус робот типа я все еще могу попробовать сделать так сделать так сделать так еще можно еще раз сделать так сделать еще раз вот так ну я уже по 62 1 . неси урон равный блоку то есть 0 нужно было на одну бутылку меньше потратить а если бы как можно раньше наложил этот коробшин ну я же не знал что он будет бить по количеству блока я думаю он как и любой мог ударит на level up это еще что реперт первые три хода битвы дает 10 брони всем героем что полная имба в общем вы вот посмотрели игру вот она вот такая вот детская такой вот пошаговый почти карточный рогалик простри таймс и 4 и нехи родился критикал хит и платью рейт что у хирус прикол оказывается у юнитов еще или этих у героев еще и левелы есть все герои получают плюс 15 шанса уникальная то есть это был 2 еще я чуть не обратил внимание л.в. сейчас проиграет в катке да я не буду продолжать летние битвы дают на 150 монет больше не имею я устал уже давай следующего это нельзя на эту трубу почему нельзя наоборот надо выложить это кому-нибудь кого-нибудь остановят от покупки если если захотят купить чисто по красивой как бы вот этой вот рисовочки а кому-то может быть для детей но ребенку дать поиграть будет нормально не знаю ну детская я купил и пожалел вот видишь это мы сможем остановить вот так анти реклама стриме решил наговнить разрабам я делаю обзоры что я могу с этим поделать я делаю обзору и выкладываю в таблицу пойдем выложим их в таблицу дименсионалс блин нас теперь так долго вот эта штука подгружает это пошаговый с этим супергероя сложность 1 способности способности персонажа аниме хочешь заглянуть под одежду это почти аниме наиграна один час это был обзор прогресс не знаю 10 оценка я бы где-то четверочку поставил не больше вышла она по моему вчера типа она играбельна там есть релики мы посмотрели там есть разные обилки которые увеличиваются но это детская игра детская простая игра для где надо выбирать скиллы для трех своих мультяшных героев это не аниме это западный стиль комикс комикс поменяли замечательно для квадроверов блин главное чтобы не покусали ой пойду я может уже отдыхать у нас сегодня десяти часовой стрим был я не уверен что готов сегодня вывести еще какую-нибудь игрульку тем более не подготовил думал думал честно говоря что этот данжен кловер выходит сегодня клоу кловлер который вот думаю что сегодня данжен кловлер выходит он оказывается 21 выходит как игра по башенке называлась epic авто таверс забирай и если теряете игры заходите в таблицу если какие-то рогалики не нашли забыли может быть наоборот вспомнили что я когда-то давным-давно играл там процентов наверно 85 90 всего есть что-то где-то забыто что-то не найдено что-то было и что-то игралось в демках вот так что но она есть в табличке про табличку не забываем спасибо друзья что смотрели я побежал отдыхать давайте зарядим кого-нибудь может быть вару козырением прожить я обещал вернуть в этого вернуть рейд хайверу от игоря значит пойдем возвращать рейд хайверу вот они там big game 2 играют но не какой-нибудь ламыч играет или арслан может быть кто-то из них вот так что пойдем посмотрим счетом и как да там у ламыча походы left for dead вот погнали к хайверу залетим таблица ссылку на таблицу закрепить день да надо в телеге закрепить нас а так в описании под стрим есть вообще-то и на ютубе закреплю вместо первого выпуска хэйд